Я говорю, когда вы общаетесь вместе, у вас есть взаимность в беседах? Он говорит, у нас полное взаимопонимание в беседах. Я говорю, хорошо, дайте ей слово. Она берет трубку, я ей задаю вопрос, говорю, вы когда разговариваете с ним, кто разговаривает вообще? Она говорит, в основном он разговаривает. Я молчу. Беседы между ним так протекают. Он разговаривает, разговаривает, наслаждается отношением. Она стоит, молчит, короче. Я говорю, как долго вы можете разговаривать? Она говорит, я долго не могу, я устаю. Почему устаешь? Потому что он вытягивает из них силы своим отношением. Какое отношение? Он ее обожествляет, он как бы верит в нее, но он таким образом тянет из нее силы, она не может рядом с ним находиться, потому что ей тяжело. Это называется любовь-вера. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Черном море, Анапа. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Любовь-вера всегда приводит к разрушению отношений. Как она начинается? Очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Психическая функция, которая связывает людей друг с другом. Понимаете, психика человека не заканчивается внутри самого человека. У нас есть нити, незримые нити, которые связывают, психические нити, которые нас связывают с другими людьми. И особенно с близкими людьми. И поэтому, допустим, если ребенок болеет, мать чувствует это. Даже если он сам не знает, ей плохо становится, начинает думать, переживать за свой ребенок. Так или нет, женщина? Женщина теряет силы. То есть она через эту нить психическую отдает ребенку свои силы. Когда силы заканчиваются, она переживает, начинает. Так устроено это, понимаете, и эти нити психические, эти нити созданы Богом, не нами. Это он соединяет психики людей вместе. И он как бы соединяет вот эти энергии между людьми. То есть они движутся по воле Бога. Вот, допустим, человек тысячу раз иногда хочет уйти от близкого человека и не может уйти. Он говорит, что ты меня держишь рядом с тобой? Тот говорит, я не держу, уходи. Нет, держишь, я чувствую, что держишь. Он чувствует, что его сердце не пускает уходить. Это Бог держит. Не человек держит, а Бог. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы жили вместе со своей судьбой. Вот Бог дал по судьбе человеку, вот и живи с ней. Понимаете, потому что в человеке есть божественное, это то, что приносит тебе счастье. И человеческое в нем есть. А человеческое в человеке, это и есть твоя судьба, один в один. Не божественное в человеке твоя судьба, это подарки. Тебе подарки. А человеческое в человеке твоя судьба. А что такое человеческое в женщине? Это капризы ее, неприязнь к тебе и так далее. Что человеческое в мужчине? Это грубость, хамство, жесткость и так далее. Это твоя судьба, это как ты в прошлом поступал, такую ты получил судьбу. В умные, ты пойми, что в умные достается в умным, а я досталась тебе. Судьба, понимаете? Вы скажете, а что это такое? Почему судьба? Я же не грубая вообще, я нежная. Понимаете? А для того, чтобы получить грубого мужа, для этого не надо быть грубой. Есть женские качества, которые являются синонимами мужских. Это как отражение, как в зеркале. Но они выглядят совсем иначе. Вот, допустим, если мужчина ведет себя грубо, то женщина ведет себя независимо. Независимость в поведении женщины – это и есть грубость. Понимаете? В поведении мужчины. Или, допустим, мужчина ведет себя гневливо. То женщине не надо быть гневливой. Ее поведение и гневливость – это обидчивость, ранимость. Понимаете? И это то же самое качество. Если бы она родилась мужчиной, она была бы гневливой. Или, допустим, мужчина ведет себя лениво. Он ленится. Он ленивый человек. Лень в поведении мужчины. Вот мужчина ленивый, ему трудно что-либо сделать. Это неспособность что-либо менять в жизни у женщины. Она может быть неленивая. Она такая, может быть, там, и любит готовить, и стирать, убирать. Она трудолюбивая. Но менять ничего в жизни она не может. Вот лень в жизни мужчины и неспособность что-либо менять в жизни женщины – это одно и то же. Понимаете? Или женщина хочет ей нравиться работать на работе больше, а дома не нравится работать. Ну, там, готовить ей не нравится, допустим. То же самое у мужчины в психике. Ей ему не нравится работать на работе, ему нравится готовить. Это то же самое, понимаете? Одна и та же черта. Если человек рождается в женском теле, нравится работать, готовить не нравится. Рождается в мужском теле, нравится готовить. работать не нравится.